Девушки отдыхают В Тушении задействовано 280 пожарных десантников и сотрудников лесопожарных формирований, 15 работников-арендаторов лесных участков, а также 15 единиц наземной техники. Напомним, на лесных территориях области действует особый противопожарный режим. Посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной. 24 июня в Устилимский отдел полиции с заявлением о пропаже ребенка обратилась жительница поселка Железнодорожный. Женщина рассказала, что днем ее 10-летний сын ушел гулять и до позднего вечера о его местонахождении было неизвестно. Оперативно на поиски несовершеннолетнего были направлены все наружные наряды полиции. Экипажи ГИБДД и ППС патрулировали поселковые улицы и близлежащие лесные массивы. Созданные группы из числа участковых уполномоченных полиции, оперативников и инспекторов по делам несовершеннолетних выясняли круг друзей мальчика, проверяли дворовые территории, подъезды домов и места возможной концентрации несовершеннолетних. Разыскные мероприятия не прекращались в течение всей ночи. Благодаря принятым сотрудниками органов внутренних дел мерам, к 10 часам утра третий классник был обнаружен в районе одного из поселковых магазинов и доставлен в отдел полиции. Школьник сообщил, что всю ночь гулял по поселку. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. Сотрудники полиции и специалисты Центра помощи семье и детям выясняют причину ухода ребенка из дома. С 1 июля россияне начнут платить больше за услуги ЖКХ. Тарифы вырастут в среднем от 3,5 до 5%. Они перерассчитываются раз в год. Максимальные индексы удорожания коммунальных услуг определяются для каждого региона отдельно. В Иркутской области с 1 июля стоимость электроэнергии для горожан составит 1 рубль 30 копеек за киловатт в час. Для жителей сельской местности – 91 копейку. Также изменятся тарифы на тепловую энергию. Так, клиенты Байкальской энергетической компании в Усть-Илимске будут платить за горячую воду и отопление по 1 213 рублей 31 копейку за гигакалорий. За холодное водоснабжение – 34,97 за кубический метр. И 28,82 – за водоотведение. Напомним, граждане, у которых более 22% получаемого дохода уходит на оплату ЖКХ, имеют право на субсидию. Ее размер зависит от состава семьи, регионального стандарта, совокупного дохода и прочего. В минувший понедельник в мэрии прошло традиционное планерное совещание, где обсудили текущие вопросы городского хозяйства. От начальника департамента жилищной политики стало известно, на каком этапе в Усть-Илимске проходит реализация программы формирования комфортной городской среды. По дворовым территориям благоустройство на Братском шоссе выполнено на 25%, на Ленина – на 3% – 20%. Здесь у нас пока переживаний нет, слава богу, но надеюсь, что и по горным условиям нам будут благоволить. И, естественно, подрядные организации, и субсидианты, которые у нас работают на дворовых территориях, на дворовых территориях, извините, не подведут. Что касается модернизации площади перед Дворцом культуры «Дружба», вопросов по-прежнему много. Работы там ведутся медленно, постоянно возникают проблемы. Для их решения собрали техническое совещание. Вопросов было много, именно технического характера, как их реализовать в жизни, потому что при проектной документации, которая у нас составлялась, были внесены небольшие неточности, которые мы сейчас, можно сказать, техническим советом определяем. Мы достигли определенной договоренности, то есть подрядная организация приняла на себя те моменты, что допустила некоторые ошибки в проектной документации и их в срочном моменте исправляли. Я планирую, что в понедельник, во вторник уже все те вопросы, которые у нас оставались на рабочем совещании, будут урегулированы, внесены в проектную документацию. Измененная проектная документация актуализирована, будет передана подрядной организации, и работы у нас пойдут в таком интенсивном темпе. Также мы с Эдуардом Вячеславовичем сознавались с подрядной организацией, то есть с представителями, уточняли, когда будет поставка тротуарной плитки, когда будет заключен договор на приобретение и монтаж фонтана на нашей площади. То есть эти вопросы сейчас отрабатываются, также приобретение малых архитектурных форм. Сегодня мы также созвонимся с подрядной организацией, уточним, потому что нам нужно в 11 часов подтверждающие документы, сертификаты на материал, то есть чтобы мы видели, что подрядная организация работает интенсивно и приобретает все необходимые материалы и расходники для того, чтобы площадь у нас была реализована в этом доме. В сквере у стадиона «Юбилейный» третий завершающий этап благоустройства идет в плановом режиме и выполнен на 23%. Закончены работы по вертикальной планировке. Идет планировка двух подпорных лестничных сходов. Заключили договоры на приобретение тротуарной плитки, опор освещения и светильников, изготовление 20 скамеек и 18 урн. Есть вопросы к безопасности конструкции для скейтбординга. Элементы для спусков уже сломаны. На горках образовались большие щели размером с колесо инвентаря. Объект, непригодный для занятий экстремальными видами спорта, никак не огорожен. А следить за его состоянием должна администрация, так как он находится на ее территории. Кроме того, подрядчик до сих пор не приступил к укладке асфальтобетонного покрытия в карманах на проспекте Мира. Немножко срок у нас затянулся. Именно укладки асфальтобетона. Сейчас проходит рецептура лабораторного испытания, чтобы не было таких же ошибок, как в прошлом году. И как будет получено положительное заключение с политеха города Иркутска, то есть они приступят к укладке асфальта именно на участке проспекта Мира в карманах. После того, как они это все выполнят, перейдут на Георгия Димитрова. Там будет у нас и проезжая часть, тротуары, восстановление газона. То есть планируем, что работы должны в июле месяце полностью быть закончены. В Приангарье подведены итоги конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области». В этом году на конкурс было подано 229 заявок из 32 муниципалитетов региона. 96 некоммерческих организаций стали его победителями. В их числе три из Устилимска. Субсидию в размере более 695 тысяч рублей получит Центр традиционного военно-патриотического воспитания «Илимское воеводство». Порядка 470 тысяч выиграл социально-культурный центр «Библиомир». И Устилимское районное отделение Всероссийского добровольческого пожарного общества 219 тысяч 690 рублей. Всего на реализацию проектов победителей из средств областного бюджета, а также фонда президентских грантов, будет направлено 60 миллионов рублей. И еще одна хорошая новость из областного центра. Министерство культуры и архивов Иркутской области сформировало рейтинг по предоставлению субсидий на развитие муниципальных музеев в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура». Краевический музей города Устилимска занимает четвертую строчку в этом рейтинге. Предполагается, что он войдет в число шести учреждений, которые получат финансовую поддержку. В минувшее воскресенье устилимцы отметили один из самых ярких летних праздников – День молодежи. Организаторами мероприятия выступили Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города и Дворец культуры «Дружба». Конкурсы и подарки, десятки воздушных шаров, дымовые эффекты, много музыки и веселья. Программа праздника стала по-настоящему увлекательной. Несмотря на дождливую погоду, собралось много горожан. Устилимск, я вас не слышу! Три, четыре! Вот это я понимаю! Мэр Устилимска Анна Щекина поздравила молодежь с праздником и выразила уверенность, что каждый сможет достичь высот на выбранном жизненном пути, станет профессионалом своего дела и внесет достойный вклад в развитие города и страны в целом. Я хочу пожелать нашей самой лучшей молодежи оптимизма, удачи, успехов, отличного настроения. С праздником! С Днем Молодежи! Для участников было предложено 15 тематических зон. Просвещение, карьера, добро, музыка, креатив, возможности, дружба, тренды, спорт и другие, где каждый мог найти занятия по интересам. Самым популярным пространством стала музыкальная. Толпа с большим удовольствием двигалась под современные ритмы от местных и приглашенных артистов. А дождь на окнах крестует, напоминая о дворих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Энергетика и безупречное живое исполнение привели гостей мероприятия в полный восторг. Талантливые устилинцы подарили зрителям яркие, красочные, позитивные эмоции. Праздник получился зажигательным, атмосферным, творческим и по-настоящему уютным. Новую культуру отдыха без алкоголя и наркотиков сегодня выбирает наша молодежь. Алена Феоктистова, Антон Гемельянов. Информационная программа «Северный город». Алена Феоктистова, Антон Гемельянов. Информационная программа «Северный город».